Всем привет! Меня зовут Артем Бухановский и это рубрика Есть идея. Сейчас как раз таки настал сезон спелых томатов, поэтому мы с вами готовим томатный крем-суп, но с гренками, чесночными и сыром. Итак, в первую очередь нам с вами нужно будет измельчить чеснок. Чеснок обязательно нужно тщательно раздавить, можно так вот ударить его, чтобы высвободить все ароматы. И немного измельчим. Здесь нарезка уже не важна, потому что мы все это будем пробивать блендером. Далее репчатый лук и наряжаем полукольцом. Но помните, чем мельче вы нарежете все продукты, тем быстрее супчик приготовится. Так, включаем конфорку, наливаем оливковое масло. Все готовить мы с вами будем прям непосредственно в кастрюльке, чтобы максимум сохранить аромат. Все это сейчас помешиваем. И будем обжаривать буквально 2-3 минутки. Тем временем берем томаты и крупно порубим, вот прям таким вот образом. Смотрите, я всегда советую удалять коржицу, снимать с томатов при приготовлении каких-либо блюд. Но сейчас я, как вы заметили, оставил ее. Почему? Потому что большая часть витаминов содержится, конечно же, в коржице. Поэтому мы ее с вами сохраним. А чтобы к зубам ничего не прилипало, мы будем пробивать все это как раз таки блендером. Нарезали томаты. И все это теперь отправляем в нашу кастрюльку. Помешаем все тщательно. И пока томаты насыщаются ароматами чеснока и лука, мы с вами возьмем нарезанный уже хлеб заранее. Далее, чесночок. И максимально точно так же измельчим, предварительно раздавим. Все это меленько нарезаем. Можете, кстати, здесь уже воспользоваться чеснокодавкой. Далее, нам нужно будет натереть наш хлеб. Он еще не сухой, так что будет сложно. Поэтому, смотрите, распределите чесночок по доске и просто покатайте по доске, чтобы он впитал все эфирные масла, все ароматы. Далее, сыр. Выкладываем сверху сыр. Сыра не жалейте. Чем больше сыра, тем будет вкуснее наше блюдо. Так, все это тщательно распределяем. И убираем в заранее разогретую духовочку. Выпекаем наши гренки при 200 градусах до румяного колера. Томаты уже у нас с вами готовы, поэтому можно добавить немного воды. Далее, жирные сливки. И все это тщательно сейчас проварим. Можно уже на данном этапе слегка приправить солью и перцем. Добавляем соль, но до вкуса доводим, помните, в самом конце, чтобы не пересолить. Добавляем душистый белый перец. И все это теперь тщательно размешиваем. Смотрите, наш будущий супчик уже закипел, поэтому можно снять с плиты, подвинуть ближе и все это тщательно пробить блендером до однородной текстуры. Так, готово. Лишнее мы сейчас с вами все убираем. Так, подсаливаем. И все это теперь тщательно помешиваем. Обязательно пробуем. Идеально. Посмотрим, как же наши гренки. Отлично, они уже полностью готовы. Выкладываем на тарелочку. И оформляем наш суп. Прекрасный крем-суп из белых томатов. Наливаем. Какой же он красивый. Самое главное, там просто куйма пользы и витаминов. И, кстати, этот суп можно подавать как холодным, так и горячим. Смотрите, прям окунем таким вот образом греночку, вторую. И украшаем все обязательно веточками фиолетового базилика. Он придаст просто незабываемый аромат. После чего можно добавить несколько капелек оливкового масла, чтобы придать более насыщенный аромат. И все, наш крем-суп из белых томатов уже полностью готов. Вам я желаю приятного аппетита. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. И не пропустите новые выпуски рубрики «Есть идея». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!